Команда завершила Витя Антипина и Женю Тимкина То есть эти ребята поедут Поедет у нас в сборную Чехии Ян Коварш Поедет работать со сборной Оскар Оссола Остальные ребята выезжают Контракты у нас в этом году закончились не так много Могу даже на память перечислить Закончился контракт у Зарипова Закончился контракт у Вовы Маленьких Закончился контракт у Степлтона Закончился контракт у Ибрагимова Закончился контракт у Миши Юнькова Значит, я сейчас с ребятами разговаривал Объявил, что они, эти ребята, которые возрастные Они могут ехать заниматься по собственной программе Связь будем держать через агентов Все будет зависеть от того, какой бюджет мы подпишем на этот год Где-то через неделю, наверное, мы будем встречаться с нашим президентом И будем определять задачи А исходя из задачи тот уровень бюджета, который будет Бюджет больше не будет ни в коем разе Если вы знаете, что совет директоров КХЛ принял решение о понижении потолка зарплат На 50 миллионов снижение будет первый год Плюс 100 миллионов второй год И 100 миллионов третий год, если я не ошибаюсь Или 50, 50 и 100 То есть за три года на 250 миллионов Зарплатная ведомость каждой команды должна сократиться Есть там некоторые уловки То есть игроки, которые играют вне потолка У нас таких нет И я думаю, что пока они предвидятся На Женю Малкину пока рано надеяться Пока он там Очень хорошо себя чувствует Вместе с Колей Квилеминым Тем не менее работа уже началась Работа началась по будущему году уже давно До начала нового года Могу сказать, что мы уже одного человека подписали Иностранца, легионера Очень интересного Достаточно молодого Но уже очень серьезного За которым уже в общем-то идет не только Из Европы идет охота Не только у нас в России Мы обошли несколько клубов Могу вам так сказать по секрету Но и иностранные Мы через наших Через нашего в основном Майка Пеллины Он держит связь у нас Со скаутами Северной Америки Мы выяснили, что три или четыре команды НХЛовских хотели бы увидеть у себя Поскольку он не драфтованный Он у них не был задрафтован Они его упустили в молодом виде Но он сейчас тоже молодой Чуть больше двадцати лет этому парню Ну это будет очень Вернее не будет Я думаю, что это интересная наша находка Одна уже есть Фамилию сказать не могу Потому что он еще играет в своем чемпионате И как бы Чтобы ему не портить там жизнь Будоражить Не буду этого делать Что касается Молодежи То вы знаете У нас Подросли уже И в принципе Готовы И мы их Привлекли уже К команде Они понюхали пороха Уже и Захаров Шлоба Очень хорошие мальчишки Они очень понравились Нашим канадским тренерам Илья Петрович В восторге от них Значит У нас подрос уже Болтанов Есть У нас подрос Арсенюк Есть У нас есть Не буду говорить Кто Но наши молодые ребята В других командах Которые Контракты закончатся Они вернутся Значит Это Понятно Понятно Что Такая тема Очень тонкая Но Тем не менее Надежда есть такая Кое кого мы вернем Плюс Мы ведем поиск На импортном рынке На иностранном Вернее не на импортном Слово неправильно На иностранном рынке Игроков На российском рынке Игроков Я думаю Что Немножечко все таки Команда молодится Что касается Всех интересует Вопрос Даниса Зарипова Я думаю Что мы Скорее всего Близки к подписанию Контракта То есть Данис Желание у него есть Такое У нас желание есть Вопрос Только технический Его надо Проговаривать Его надо Находить точку Соприкосновения Но это уже Не только моя работа Это уже Вместе с Виктором Филипповичем Мы будем думать И будем оценивать И будем оценивать Стоит это Или не стоит Делать Но тем не менее Желание у нас такое есть Взаимное С Данисом Зариповым Другие вопросы Говорить Ну я вам могу сказать Что хоккей в магнитке Есть Был Будет Все таки Мы Наверное Являемся брендом Определенным Этого города О котором Не очень многие Вернее так Очень многие люди Узнали За последние 20 лет Когда Как появилась только Эта команда Спасибо конечно Шефу огромное Что за его терпение За его Любовь к этому виду спорта За любовь к городу Наверное Потому что на минутку Даже сейчас страшный сон Представить Что давайте мы сейчас Магнитогорский хоккей закроем И тогда Я тогда Очень как бы Хотя может быть я ошибаюсь Потому что наверняка Не любителей хоккея Всегда больше Чем любителей Это относится К любому виду деятельности Не любителей Шварценеггера Больше Чем тех Кто его любит И так можно говорить Любого человека Любой вид Театр Да Кино Театр Я не знаю Любой вид деятельности Потому что Наша жизнь многообразна Она не заключается только В одном Там Дайте нам Побольше Колбасы хлеба Дайте побольше денег И нам больше ничего не надо Поэтому Работа продолжается Работа будет идти Поэтому я еще раз повторюсь Что в ближайшие недели Наверное Будут какие-то ясности Определения Вектор развития понятия Нам надо идти дальше Нам надо Посмотреть Проанализировать Что сделали не так В чем ошибки Состава тренерского Менеджерского Я вам скажу так Что в этом году Мы совершенно не разделяли Совершенно мы не разделяли Работу тренеров И менеджеров Мы работали абсолютно Синхронно То есть по всем фамилиям По всем людям По всем игрокам Это была абсолютно Синхронная работа По Что касается И селекции Что касается Комплектации И как бы Большое внимание Этому уделял Майк Кинен Илья Воробьев Майк Пеллина Был у нас Экспертом То есть мы Пока мы обсуждали Того или иного Игрока втроем Пеллина Наводил Кучу Огромную кучу справок Потому что с его Огромнейшими связями В мировом хоккее Это возможно Вот Поэтому Ну Ну так Как-то И потом Спорт Это такой Такой вид Знаете Что Ну Что значит Быть на пике Быть на пике Это всегда быть В обойме лидеров Мы В этом сезоне Долгое время Лидировали у себя В конференции Ну за счет Ошибок Которые мы допустили Мы упустили Это лидерство Которое стало В конце концов Фатальным Вот Но Это тоже Урок Очень хороший И победа Это школа А поражение Это урок Это очень хороший урок Из которого Если мы Правильно К этому подойдем Мы должны Извлечь Пользу Положительные Пользу Положительные результаты И чтобы на будущее Уже Могли бороться Ну пройти По крайней мере Дальше Потому что Вот мы говорим всегда Нам надо выиграть Кубок Гагарина Кубок Гагарина Хотят выиграть Еще 12 Команд Клубов С историей Со своими болельщиками Многомиллионной армией Со своими ресурсами Финансовыми Там Людскими ресурсами Административными ресурсами И все хотят выиграть Но к сожалению Кубок один Гагарина Если бы его в каждом дивизионе Разыграли Тогда было бы это Немножко другое Так что по сезону Вот Предварительно Все что я могу сказать Много спекуляций было на тему Курса рубля и евро и так далее Ну доллара Насколько сложнее в связи с этим Стал рынок иностранных игроков Насколько там теперь Тяжелее работать Вот вы знаете Вот вы знаете Вот этот вопрос такой Вот Ни один Ни человек Не задал из команды Ни один Включая тренеров Ни один Поэтому все все понимают Что Произошла Произошел финансовый сбой Наверное во всем мире И эти ребята Эти люди Тоже понимают Ну а насколько труднее будет Ну конечно теперь будет труднее Конечно теперь все с огромным удовольствием уезжали из АХЛ Уезжали там из Ну я вам скажу так Вот там где платят хорошо в Европе Швейцария, Германия Оттуда особо игроков то нет Не уезжало Игроки уезжали из Финляндии Из Швеции Но Теперь будет чуточку сложнее Наверное Чуточку сложнее Что касается Денег Я вам сказал уже Что потолок Зарплат он Уменьшился А не увеличился Кроме потолка Зарплат Есть еще и бюджет Который подтверждается Как в одном Или другом клубе Поэтому Все будет Потолок мы знаем Значит у нас будет два варианта Либо мы будем работать Под потолком Либо мы будем работать Под тем бюджетом Который утвердит наш президент Исходя из этого Будет строиться Дальнейшая работа Это европейцы Или североамериканец От кого подписали У Европейцы И играет И играет У Майки Контракт еще на год В декабре переподписывали Да У Майки контракт еще на год У всех контракт У Майка на год У Ильи по моему А ну тоже на год мы переподписывали Да У них у всех еще контракт на год Ну а что касается, у меня контракт на год. Но что касается контрактов, оно знаете как, контракт есть, сегодня есть, завтра нет. Поэтому мы все ходим под Богом. Если мне скажут, что я что-то не доделываю или делаю мало, ну значит так тому и быть. Точно так же это могут сказать и любому игроку, и любому тренеру. Продолжение следует...